Три дома, ребят, суммарно около ста квартир, наша эксклюзивная реализация, да, 3% платим, да, если бы там запамятного, да, вот в эксплуатацию третий квартал, то есть буквально, да, скоро, и выдача ключей до конца года, вот, это, собственно, самое главное преимущество, вот, вы помните, я про Ягуары, про Роджоберы говорил, да, вот, короче, все в британском стиле, ребят, застройщики, кто строил коттеджный поселок, и наш жилой бомб, это разные юридицы, вообще не аффилированные друг к другу, да, вот, ну, просто в едином стиле все это делают, да, будет, здесь будут ограждения, даже вот, ну, потом, короче, с той стороны уже, в принципе, боевой забор, но он, как бы, прозрачный, то есть через эти ворота они ходить не будут? Пешком могут? Ну, можно, 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 здесь одна и та же управляющая компания, то есть обслуживанием будет заниматься управляшка, которая обслуживает сейчас тауны, вот эти, да, по коммуналке, ребят, все очень демократично, соответственно, отопление газовое, да, поэтому оно там копейки просто стоит, вот, единственное, там доплата буквально, там, по-моему, около тысячи рублей за охрану будет, то есть, ну, суммарно, там, двухкомнатная квартира, она вообще, там, до пяти тысяч, по идее должна быть, да, то есть все очень, как бы, недорого. Прописка Москва, статус квартиры, ипотека по господдержке, да, эскроу Сбербанка, да, вот, это вот прямо такие основные моменты, которые нужно знать, то есть это классическая новостройка, вот, девелопера, со всеми предприятия последствиями, да, вот, сдавая чек-лис, соответственно, сдаете вы его при продаже в отдел новостроек, да, там, потому что, сдают, это давно не продавал. Юли Мал. Малыхин, да, вот, и все, все стандартно, ребят, все, как бы, как с другими новостройками, да, также все будет авансироваться, да, то есть мы не дожидаемся, когда нам заплатит застройщик, или того, что будет платить вам, все, ну, стандартно. Аванц 15, аванц сколько? Аван, да, ребят, вот, с конца, да, начинаем, ладно, давайте с конца. Значит, по регламенту, как купить? Фиксации? Фиксации нет, да, любая квартира, которая здесь будет, продана, она будет продана либо через меня, либо через ничего. Вот. Ну, по сути, есть как бы офис продаж застройщика, да, то есть здесь никто больше, там, не Метриум, не Н-Маркет, не другие агентства, вообще никого нет, да. Поэтому такого понятия, как фиксация, не существует. Значит, единственное, да, ну, для того, чтобы мы понимали, кому нужно заплатить за эту сделку, у вас должна быть либо заявка в РиЭС, либо, ну, в принципе, как бы допускается, что просто переписка. Вот, Андрей, смотри, там приехал клиент, это клиент был мой, да. Ну, чтобы мы не попадали в ситуацию, когда вы, допустим, отправили человеку подборку, либо презентацию, да, он не говоря вам, спокойно приехал, там зашел к нам офис продаж, Миша ему продал квартиру, да, вот, и таких историй, что клиент там зашел сам, мы ничего не заплатим, да, вот этого не будет, да, но на всякий случай имейте заявку. А? По поводу чего? Типа скидочкой. Скидочка, ребят, скидки, они есть, но это скидка от накидки, да, то есть мы просто прайс подняли на 2%, вот, и, соответственно, скидка максимальная доступна на это 2%, это я вот вам говорю, как есть, да, клиентам это не надо рассказывать. Да, да, ну, черная пятница, да, если бы мы подняли на 10%, я дали бы скидку 3%, а? Клиентам не говори. Не надо, зачем скидка? Ребят, по телефону никто, никогда, позвоните в автосалон, позвоните в ПИК, позвоните куда угодно, ни одна компания, у которой грамотно поставлена служба продаж по телефону скидки не дает. Скидки есть, нету скидок, приезжайте в офис продаж. Значит, соответственно, наше взаимодействие заключается в чем? Ваша задача, чтобы клиент посетил офис продаж. Все. Больше ничего. У нас... А? Не, ну, можно дистанционно, можно без посещения, соответственно. Просто, если мы говорим о москвичах, да, то есть, о клиентах, которые проживают здесь, разумеется, ну, они захотят приехать, да? То есть, доводите клиента до офиса продаж, можете присутствовать на консультации, да, то есть, если это прям вот ваш реферал какой-то, да, но на самом деле это даже не обязательно. Вот. Уже мы получили, так скажем, этот проект немножко как бы в наследство, да, то есть, девелопер своими силами его реализовывал, но вот что-то за три года они, ну, только половину продали, и сейчас пришли мы. Половина продана, да, примерно? Да, примерно. То есть, здесь комплекс на 200 квартир, да, у нас еще там около 90, там с чем, ну, короче, половина у нас доступна. Вот. Какие вопросы? Андрей, на первом, вообще возможно, что где-то тут коммерция устроена? Она здесь будет. На первых, даже там, смотрите, вот мы сейчас с той стороны как-то будем обходить, да, там будет построено, вообще по ГПЗУ там можно хоть восьмиэтажку делать, да, вот, но мы понимаем, что, ну, какое-то торговое здание, да, максимум, наверное, два этажа. Угу. Потому что здесь вот реально в шаговой доступности, ребята, вот ты сейчас пять минут в ту сторону пойдете, вы в Вануково улет на аутлет придете, да? То здесь, возможно, формат только там магазину дома, что-то вот из этой серии, да, что-то там большое, вот, оно просто здесь не пойдет. Поэтому его здесь не будет, соответственно, да? Дальше, ну пойдемте на стройплощадку зайдем.